Сначала освободят Крым, а потом пойдут освобождать Донбасс. Именно в этой последовательности, не перепутать. Ну да, тут главное просто посмотреть прямую речь президента, чего, я думаю, эти спикеры прекрасные не делали от слова совсем. И правильно понять слова, что такое изолировать Крым, и что такое его деоккупировать. Это абсолютно разные понятия. Изолировать – это возможности поставок их ограничить, и тут привязка идет к Крымскому мосту как цели. Только цель, которую будем и придется поражать, своими средствами. Потому что наши партнеры по отношению к Крымскому мосту имеют другое видение как инфраструктурного объекта и как к нему относится Российская Федерация. Изолировать с точки зрения возможности обеспечения торгового судноплавта для наших портов в Черном море, чтобы, грубо говоря, Черноморский флот Российской Федерации не нес на себе угрозу для судов, которые заходят как на отгрузку, так и на разгрузку в отдельные порты в Украине. Это тоже отдельная история. Но это не деоккупация. Андрей, ты понимаешь, какая история? То есть все как-то так вот обсуждают эту победу в Черном море? Кто? Она еще не наступила. Нет, ну мы уже побеждаем в Черном море. Ну хорошо, там Черноморский флот, да, там увидели новый какой-то большой десантный корабль со спутников, из Новороссийска прибыл в Крым. Новейший, то есть последний, да, вот как он там оказался, да, вот оказался. Просто если мы тут с малюками вот этими надводными гоняем там корабли или там ракетами, или там Нептунами, да, вот этими, ну так, а мы, что делают с нашими кораблями, да, сколько, как упала, скажем так, пропускная способность, насколько, вот в тоннах можно посмотреть где-то? Я сегодня просто попалась новость в контексте этого, и почему я, собственно, здесь остановился с тобой, да, вот, и тебя остановил. Румыны дорогу строят. Румыны строят дорогу. Она идёт через всю страну от границы с Украиной к их порту, да, и причём, ну, абсолютно открыто говорят, ребята, конечно, строим классную дорогу, чтобы быстро там, да, на скорости, через границу, зерно там, разные товары, то есть, пожалуйста. Ну, так всё правильно. Ну, так получается, что Украина так и будет, полуотрезанная от моря. Если это уже настолько такой глобальный большой проект, что мы, как бы, будем иметь свой порт в Румынии, ну, условно, да, откуда будут отгружаться наши товары и разное. Ну, прям порт нет, я думаю, пару терминалов. Ну, у нас и в Польше есть терминал по приёмке топлива. Его, кстати, вот компания, ладно, не буду говорить какая, но купила наша, наша сеть АЗС купила. Смотри, я на самом деле почему говорю, чтобы всё правильно. Ну, для нас 24-й год эта изоляция Крыма, ну, и так в той интерпретации, о которой я говорю, уменьшение рисков возможного использования Черноморского флота в отношении торгового судноплавка в нафиг портах. Это 24-й год. Значит, в 24-м году куда-то ж плыть товару надо. Ну, не плыть, а ехать. Ну, грубо говоря, на баржах перевозить много не перевезёшь. Ну, Румыны понимают, что у них, как минимум, на несколько лет есть обеспеченный спрос на логистику. И строят дорогу. Через Молдову железнодорожные составы через Приднестровье шуруют полный рост. Ну, и будут шуровать. И никто не будет ставить там никакие вопросы на тему того, чья ли юрисдикция, что, как. Непризнанные Приднестровья тоже будут шуровать. То есть мы должны иметь, мы как страна должны иметь и должны были иметь до войны, как минимум, дифференциированные способы логистики наших товаров. Для того, чтобы в период, пока не было зернового коридора и нам закрыли, к чёртовой матери, стухопутную границу наши друзья-поляки, те не стояли и не куковали с товарами и просирали международный контракт. Это то, чем должна заниматься страна. И то, что делает Румыния, она зарабатывает деньги на транзите украинских товаров. Заинтересованы ли вы в этом? Безусловно. Почему? Да потому, что другого горлышка как бы нет. Поляки это вправо-влево. Ну, нам бы в идеале, чтобы кроме Молдовы и Румы, ещё бы туда куда-то и болгаров, и ещё бы, в принципе, венгров какую-то дорогу построить. И, в принципе, тогда вот мы бы могли говорить о том, что тучи, если венгры закрываются, едем через Румынию. Из Румыны закрываются, едем там через товарки. Откроются черноморские. Надо же понимать, ну, что инфраструктура, портовая в Чёрном море, она разбита. Мы не знаем, сколько там сохранилось, грубо говоря, терминалов, какая их пропускная способность, какая способность хранилищ, сколько они могут переваливать. Это тоже вопрос открыт. Сколько судов готовы заходить в наши порта, и насколько это безопасно. То есть тут целая совокупность неопределённостей, и отсутствие средних. То, что оборот товаров упал, мы же можем по статистике за 11 месяцев смотреть. Экспорт зерновых и других культур минус 30%. 30% фичерили из-за логистики, из-за потери грузов, из-за захвата части территории и так дальше. По видам транспорта посмотрим годовые отчётности ближе к концу первого квартала. Но пути должны быть разными. А с учётом того, что Чёрное море является, скажем, ещё не то же спорным, а местным противостоянием, и точно так же по отношению портовой инфраструктуры могут применяться вооружения Российской Федерации, ну у нас малюки, а у них ракеты или шахеты по портовой инфраструктуре, да? На что мы противопоставляем им, допустим, Нептуны, если корабли подойдут ближе? Но они нам противопоставят ещё что-то. Вот в этом балансе и должен функционировать, грубо говоря, акватория Чёрного моря. То, в принципе, не ведёт нас к условиям безопасности. Поэтому мы перемещаем точку кипения чуть дальше, Крым, чтобы они там концентрировались, свои усилия по охране, обеспечению безопасности и так дальше, чтобы у нас был коридор. То есть это сдержки, сдерживание противника, которое создаёт... Звонит Эрдоган и говорит прекращение огня. Давайте. Причём самое интересное, что отличаются там релизы турецкой и украинской стороны после созвона Зеленского и президента Турции. Но явно, как бы, чёткие, понятные цели. Говорит, зерновой коридор давайте возобновлять, огонь прекращать. Мы готовы, мы посредники, мы здесь. Зеленский об этом в своём не упоминает. Ну, понятно, черноморская инициатива, поговорили, встретились, ну, как бы, созвонились, да, и вот, собственно, и всё. Пленные, море. А прекращение огня? Не начался. Ну, вот и всё. Ну, то есть, почему расхождение идёт? Ну, Эрдоган выписал ту повестку, которую он считает важной. Более того, у Эрдогана был Блинкен. Блинкен, один из пунктов обсуждения, тоже был вопрос Украины. Был вопрос региональной безопасности, в том числе в Акватории и Чёрного моря. Выполнение Турции обязательств по НАТО, что тоже важно. Возможно, даже пропуск кораблей, которые передала Великобритания Украине, для очистки. Ну, тут Эрдоган будет непоколебим, потому что у него есть с другой стороны балансир, который потребует такого же. Ну, именно Россия скажет, слышишь, тоже кого-то там из фактического флота пропусти каких-то пару кораблей. Пожалуйста, будь добр. Ну, а Украина говорит, что не час для переговоров и не час для прекращения огня. Ну, и всё. Поэтому на уровне официальной риторики Эрдоган всегда открыт как площадка для коммуникации. Тем более он ощущает, что с момента прекращения зернового коридора он статус посредника потерял. Ну, эффективного посредника, о котором можно говорить. Может быть, то, что разблокировался обмен военнопленными, потому что одна из версий, почему так долго не получалось обменять военнопленных, это то, что были нарушены условия пребывания защитников Азовстали на территории Турции. И, соответственно, то, что этот процесс разблокировал, произошёл обмен перед Новым годом. Ну, короче, недавно. Свидетельствует о том, что Турция готова брать на себя новые обязательства и перед Россией, и перед Украиной. Ну, то есть восстановлен диалог. Может быть, такой вариант. То, может быть. Но, опять же таки, если мы не отвечаем взаимностью в публичной риторике, не говорим о том, что услышали и отправляем делегацию для чего-то там, ну, значит, мы остаёмся в парадигме, что турецкие суда заходят в наши порта плюс-минус безопасно, берут товар, перерабатывают его в своих портах и пасуют, упаковывают и шуруют в Европу. Так турков тоже устроили. Причём, кстати, вот мы с Еной делали на канале на Лиге видео-разбор. Это политика Российской Федерации в отношении мирового большинства. И Турция, Турция, там приводится, в принципе, как эталонный пример. Ты, главное, расскажи, что такое мировое большинство в вашем понимании. О, так вот, мировое, не в нашем понимании, это в их понимании, а мы разбирали их понимание. Мировое большинство это не антизапад, то крайне важно. Это часть стран Азии, Ближнего Востока, это часть стран Южной Америки, это Африка, короче, все то, где Россия видит партнеров по своим внешним политическим интересам и сотрудничеству на ближайших 25, примерно 25 лет. И где будет находиться центр ее международного позиционирования. Так вот, о Турции, чтобы я далеко не уходил, заходите, зайдите на канал, там первая часть есть, первое видео. О Турции, говорят, Турции вполне конструктивные отношения, что не мешает Турции поставлять вооружение Украине. То есть, Турция, ей удается определяющей для своей внешней политики делать такое понятие, как интерес, и это понятие Российскую Федерацию устраивает. И такие отношения они с Турцией готовы поддерживать. Где существует баланс интересов. Баланс интересов России, баланс интересов Турции, и стороны уважают, и не переходят границы, которые являются для другой страны важными. И вот Турки, имея вот именно такую свою роль и выполняют такую роль, в том числе транзитную роль по экономике, по параллельному импорту для Российской Федерации, логистического хаба, инвестиционного хаба, президента, который избран в прошлом году и имеет спокойных несколько лет без необходимости политического подтверждения своей легитимности со стороны народа, они могут быть площадкой для переговорного процесса, в том числе они являются субъектом, который обеспечит региональную безопасность и целый ряд вопросов, которые на них завязаны на Ближнем Востоке. Но предложения со стороны Турции были в Стамбуле в начале активные фазовые вторжения, они принимали уже переговорную группу. Ну а сейчас мы не ищем места для переговоров, но по крайней мере официальная власть нас об этом не говорит. Ну официально не говорит, а там посмотрим как на самом деле. Друзья, я не помню, у тебя в эфире кто-то говорил о том, что Абрамович куда-то то ли в Швейцарию полетел, то ли еще куда-то полетел. В Москву, да, полетел. В Москву, в Турцию, ну вот потом обмен случился. Ты ждал от меня Абрамовича, я не знаю его перемещения. Я жду от вас, дорогие друзья, которые смотрят прямо сейчас нас в количестве почти 12 тысяч человек голосования в чате трансляции. Там вопрос, как повлияет опубликование потерь официальных со стороны Украины на украинскую уже мобилизацию. Четыре варианта ответа, голосуйте за тот, который считаете правильным. Буквально еще пара вопросов и перейдем к вашим, скажем так, к вопросам из чата трансляции. Андрей, Соединенные Штаты Америки, с Трампом ну там просто ну там чехарда какая-то, там происходит неимоверная как бы история. Мы-то неделя, которая вот будет, мы же на нее смотрим, да, и как на такую, которая, а вдруг там обломится чего, наконец-то эти конгрессмены повозвращаются и будут заниматься там и границей, и Украиной, и Израилем, и что-то вот может быть выделят все-таки наконец-то. А они говорят, что мы там конечно чего-то выделим и работу правительства не остановим, но проблемы, проблемы. И вот этот скандал допустят Трампа, не допустят к выборам, а уже говорят, что мы тогда по такому же принципу в нескольких двух штатах Байдена заблокируем, не позволим баллотироваться. То есть там абсолютно другая как бы полемика и дискуссии и абсолютно другая повестка. Такое ощущение складывается. Соединенные Штаты Америки все-таки вспомнят об Украине на следующей неделе? В душе каждого демократа и республиканца есть кусочек Украины, когда он просыпается, когда он идет ко сну и прозвышает свою вечернюю молитву. Это несомненно. Они все помнят, все сопереживают и поддерживают Украину. Но где-то среди них есть скотина, которая никак не хочет внести законопроект и за него проголосовать. Алчность, жадность и политическая конкуренция, а главное, эта скотина называется власть. Борьба за власть это ключевой мотив, который эту поддержку Украины и мысли об Украине отводят на второй план. Вспомнят, 20-го числа по-моему шедаун очередной приближается. Поэтому они подходят к необходимости принятия закона бюджета на следующий год, которого осталось уже не так много месяцев 8,5 а его все нет. И где-то там между прочим вспомнят еще и Украину и мигрантов, а главное как говорит уже господин Джонсон вспомнят «Так а какие же цели мы возлагаем на финансовую поддержку, которую оказывают Украине с точки зрения наших интересов в Соединенных Штатах?» И зайдут сейчас на новый виток диалогов, обсуждений и поиска компромиссов взаимных уступок. Уступки ждут от демократов. Ну республиканцы ждут уступок от демократов. Демократы уже использовали все по-моему треть свои нарративы, которые у них есть. И Путин нападет, и ракетный удар демонстрирует, что подерживать надо. А Маск наркоман? Это вообще просто. Я был в шоке, когда Wall Street Journal это опубликовала. Потому что я понимаю, что это в этой же игре между респами и демами. То есть это слишком выпячивается Маск, надо его за хвост и присадить немножко к земле, к земле. Взяли и расписали о том, что употреблял, когда, как. Ну, во-первых, часть наркотиков он употреблял в прямом эфире. И он этого не скрывал. А части он даже писал. Как у него рождаются гениальные мысли. Когда-то о Цукерберге, по-моему, тоже даже писали. Там была публикация тоже в прошлом году. Там три лидера вот этих технологических гигантов и они ко всех писали у кого какие предпочтения. У кого вино, у кого грибы, у кого марихуана, у кого-то что потяжелее. Так что Маска вспоминает второй раз. Но там хотя бы их разбавляли. Там был и Цукер, там, по-моему, и Байзос был, и еще кто-то. Ну, как бы, знаешь, на фоне всей компании. Смотрите, у нас все миллиардеры, творческие люди, немного наркоманы. Люди могли понять неправильно. Ну, потому что, ну, как бы, если те, кто имеет такое состояние, достигли их и продолжают употреблять, то, наверное, бедность не из-за употребления. Американцы могут поддаться на такой маркетинг, как бы, и тут увидим другую проблему. Когда китаец приезжает, ему говорят, слушай, перестань химию сюда отправлять, а то у нас все наркоманы стали. Вы же просто неправильно справим форма пропаганды работаете. А тут адресный материал, воскресный день, когда все американцы в церковь, он говорит, все, SpaceX не летает, этот, как его, средства связи тоже не покупайте, Cyber Truck не покупайте, Tesla тоже не покупайте, потому что, что? Наркоман. Самое интересное, что данные издания свидетельствуют, что с 18 по 21 год Маск посетил в том числе несколько вечеринок, участники которых, внимание, о ужас, сдают телефоны и подписывают договоры о неразглашении. Что же они там делают-то так, что и телефоны и не снять, и не рассказать никому? Ой, да ладно. Орги делают, что они делают? Wall Street Journal знает. Да, что пишут, что говорят. употреблял, говорят, да. Друзья. Употреблял? Употреблял. Это все? А можно подумать, там орги проходят без употребления. Слушай, это еще... Знаешь, как? Сейчас, сейчас, сейчас закончу. Вот смотри, реакция украинского общества и американского общества на подобного характера публикации. Вот выйдет у нас материал, в котором написали большую... Часть наших олигархов вместе с политиками ходят на вечеринки, дают телефоны, употребляют, занимаются прелюбодеянием, скорее всего. Причем неизвестно только с девушками, ну, только с противоположным полом или, может быть, еще и с таким. У нас бы на следующий день плюс-минус революция бы началась. Ну, все бы сказали, такие... Что успокоиться? Ну, какая революция? Ну, о чем-то? Ну, кому... Нет, так... А там даже призывов нет Теслу продать. Понимаешь? Вот никаких призывов отказаться от продукции, сказать, не покупайте или не читайте Твиттер или еще что-то. Нет. Ну, даты, да, вот разница между свободным обществом и несвободным обществом. Если формально ничего не нарушил, ну, свобода совести есть, есть, свобода поступать своим телом, как хочется есть, есть. Ну, потом будут у тебя обвинения в том, что ты там домогался кого-то больше, чем позволяет договор, а не разглашение. Ну, будешь суде доказывать, что не олег. Если что, будешь как Руди Джулианин банкротом себя объявить, скажешь, слушайте, ну, накопил я долгов миллионов на 200. Ну, ради бога, взять с меня нечего. А у нас уже бы был скандал, позорисько, заслухати, комитет, с пятого, десятого. Да, друзья, 12 тысяч нас плюс, 12 тысяч плюс, спасибо за то, что ставите лайки, пожалуйста, продолжайте это делать, очень важно, что вы ставили лайк. Давайте подведем итоги голосования, как повлияет официальная публикация потерь украинской стороны на мобилизацию. 4% считает, что даст новый импульс служить, ну, то есть все увидят, обалдеют, скажут, ах ты, и пойдут, как бы, дальше воевать с особым остервенением. Ну, мотивацией, имеется ввиду, мести, все такое. 28% никак, цифру обсудят за два дня и все, и внимание, редкость для наших голосований, 28% будут давить на власть, договариваться. и 40% все ужаснутся и будут бежать. Вот такое у нас интересное голосование, причем, ну, мы его завершаем, причем самое, самое вот такое поразительное, что я в контексте этого, ну, хочу, чтобы ты прокомментировал и ответил мне на очень простой вопрос. Так, паспорта у мужиков 1860 будут аннулировать заграничные, документами на выезд заменят? Или это так, как бы вбросили, потом сказали, что это фейк, ГП документ, и, соответственно, все, все разошлись. Что бы ты, что бы ты ответил мне на это? Так, отвечаю на твой вопрос. Документ, паспорт гражданина Украины для выезда за границу является собственностью Украины. Правильно? Да. Правильно. Соответственно, государство может. Это раз. Второе. Государство его выдавало и указывает срок. Аннулироваться он может когда? Ну, тогда, когда либо правовые отношения с гражданином прекращены, либо когда закончился срок. Ну, он вышел, и не является документом. Все. Будь, пожалуйста, добр, иди к государству, попроси в государство собственность в виде паспорта новую получить. Те остальные варианты, которые называются вот сейчас мы возьмем и все аннулируем, ну, нужно понимать основания. Если это не срок, и если это там не вопросы связанные с твоим привлечением какой-то ответственности, которые помещают тебя в места, при посещении которых ты должен сдать свои документы, нужно объяснить правовые последствия, ну, и правовые основания для их применения. Если их нет, это вброс. Но с другой стороны, что с самой важной стороны, а нахренал мужикам паспорт для выезда за границу? В стране, в которой мужики за границу не выезжают в силу правового режима военного положения. Если эта история затягивается, так у нас у всех сроки закончатся. Ну, у меня, по-моему, через пару лет заканчивается срок. Я могу, конечно, пойти его обновить, но в простом, а что я с ним делать буду? Ну, вот куда я поеду? Я слышал тезис на тему, а вот с таким документом нельзя будет стать беженцем в другой стране. Ну, такие истории тоже ходят. Ну, слушайте, если человек незаконно пересекает границу, незаконно, вплавь, брод, пешком, еще как-то, он туда придет с национальным паспортом, который у него есть и точно который не аннумирует, и скажет, смотрите, я убегаю от войны, я нуждаюсь в убежище. Я скажу, окей, понятно, страна резидентства, Украина. От чего бежишь? Война. Война продолжается? Продолжает. Программа работает? Работает. Знаете, аусвайс перемещается по территории ЕС, спокойно, без границ, вот туда, пожалуйста, зарегистрируйся, пойди там, сдай какие-то тесты, социализируйся. Зачем он здесь, в каком из этих пунктов нужен паспорт гражданина Украины для выезда за границу? А на тему вопросов, короче, поэтому такого решения массово и одинаково не применят, потому что есть целая совокупность людей за границей, которые пользуются паспортом, есть совокупность людей, которые имеют возможность выезда за границу. Кто вы там? Несколько сотен тысяч людей выезжают и возвращаются в Украину. Среди них есть бизнесмены, среди них есть бывшие чиновники, действующие чиновники, среди них есть люди, которые вышли на пенсию не по возрасту, а по другим обстоятельствам. Поэтому взять и сказать, эй, давайте шашкой всё рубанём, а там разбираемся. Ну, как бы, так вроде просто, но смысла просто в этом нет. На тему вопроса, мне кажется, ну, ожидаемо, какой результат будет иметь самую большую поддержку людей. Но в целом мы же говорим о том, что у нас плюс-минус 70% людей говорят о том, что подобные высказывания не будут иметь тот эффект, о котором озвучивал Юрий Витальевич, что все побегут инком. И он поверь мне, это тоже понимает. Что возвращает нас в мысли, что люди разделяют на фестовой мысли в этом эфире. Мы вам очень признательны. Да, спасибо, спасибо, друзья. Пишите свои вопросы для Андрея, будет у нас короткий блиц, традиционный для наших прямых эфиров. Ну, а я вдогонку хотел, конечно, там пошутить, похохмить по поводу Йоко, главы Министерства иностранных дел Японии, которая 37 миллионов привезла помочь Украине от Японии. а что тут шутить, привезли хоть что-то и хорошо. Кличко сегодня прославился, 750 квадратов дом в Гамбурге, 5,5 миллионов евро стоит. В декларации об этом у самого же Кличко сообщили. Причем достался он Кличко от компании брата Владимира в виде погашения задолженности не в денежном выражении. как-то так, такая формулировка. Андрей, а вот на эту тему я хотел бы тоже услышать твои мысли. Ну, понятно, Кличко, декларация, там, вот, появился доступ к декларациям, да, там, брат, там, как-то передали через контору, ну, через фирму. Меня другой интересует. Когда людей ловят на блокпостах, там, ловят, когда они вплавь бегут, пытаясь, там, как этот парень из, ну, в Румынию, который через Тису плыл, облетело интернет, просто, бешеное количество просмотров, где его румыны, там, обогрели, вещи посушили, и, собственно, ну, как бы, да, вот приняли, да, его. Приютили, приютили. Да, обогрели, обобрали, обогрели, да, вот, как в новогоднем, уже запрещенном фильме. Смотри, а в декларациях у мэров, у других, там, это только первая ласточка, и то, потому что там дали в щелочку посмотреть, наверное, на этот дом, и этот пункт в его декларации, а там же у всех у них, они пухнут, они цветут, они, причем, за бугром, и они, вот они обязаны вносить это в декларацию. Как тебе такой повод встать и защищать Родину? Потому что лучше в таком, в такой ситуации, конечно, быть в ВСУ, а не уклонистом. Не, во-первых, я, знаешь, я горд за прозорость, демократия вымагает прозорости, потому, потому, надо сказать спасибо Шабунину, если б не он, то хрен бы мы узнали в этих заграничных владениях мэра Кличко. Спасибо, Виталий Патькович, Шабунин. Можете внести в раздел на Центре противодействия коррупции, что благодаря вам теперь мы знаем, что у Кличко есть деньги. Не может быть. Не может этого быть. Более того, мы знаем, что у него брата, который не является чиновником, есть на границе предприятие, промоутерское, скорее всего. Более того, мы даже знаем, что предприятия могут владеть недвижимостью. О, Боже! И более того, теперь мы знаем, что эти предприятия в счет погасшения долга могут эту недвижимость отписывать тем, кто им раньше одолжил, либо сделал взнос как учредитель этого предприятия. Поэтому мы знаем в принципе все то, что знает цивилизованный мир, что не является преступлением, но с точки зрения нашего бедного несчастного общества это возмутительно быть богатым в бедном обществе. Даже если тебя ради этого богатства били по морде несколько десятилетий. И эти же люди тебе аплодировали, когда ты был владельцем титула WBC. Так, подожди. Эта тема не... Что, подожди? Ты подвел, я тебе ответил. Ты так нас не проведешь всех здесь, тебя слушающих. А я... Так пускай берет и обновив данные в ТЦК защищает свое заграничное имущество. Почему... Вступят вооруженные силы ФРН? Ну, почему бедный должен защищать имущество богатого? Ну, как ты считаешь, Лешко богатый человек? Я без понятия. А что ты без понятия? Он миллионер, он в лотерею выигрывал несколько раз. Я не шучу. Ты просто не помнишь. Он же в лотерею выиграл, как-то задекларировал несколько миллионов. Вот богатый человек, тоже пару домов под Киев. Футбольная форма шахтера каждый раз новая у него есть. Не знаю, как дорого денег стоит. Служит? Вот в ТикТоке два или три ролика с под Абдеевки, где-то один с гранатой, другой с каким-то домашним животным. Служит? Служит. Ну, наверное, вот Арти Грим, который у тебя выступает, тоже на канале, он говорит, что у него есть бизнес. Наверное, тоже, ну, все зависит, конечно, от того, о каких размерах богатства мы говорим, но я думаю, тоже, наверное, не бедный человек. поэтому у меня есть несколько знакомых, которые, ну, состоятельные люди, которые, я не скажу, что они служат непосредственно в окопе, но они служат вооруженных сил. И мало того, что служат, их бизнес еще финансирует в том числе определенные расходы, связанные с волонтерством. Поэтому я не считаю, что стоит под одну гребенку это все грести. Плюс у него есть другая функция, он избранный мэр. Зачем в законе когда-то написали, что избранные мэры, ну, или, скажем, главы органов местного самоуправления не подлежат мобилизации? Ну, наверное, у них функционал какой-то другой, связанный с жизнедеятельностью, того населенного пункта, который их избрал. Ну, потому что в такой логике, в такой логике, которой я считаю, что она исключительно неправильна, знаешь, это, в принципе, что-то похожее было бы на феодальные войны, когда идет тюдерем, ведет за собой армию, забирает всех подданных и во главе войска движется на армию противника. То есть у нас где-то в голове, я так понял, такой образ войны, но только время мы чуть-чуть пропустили, условно, какой период вы не возьмете, где-то плюс-минус 12, ну да, я думаю, в принципе, до 18-го, да, где-то с 12-го, с 8-го по 18-й век оно такое что-то было, ну и чуть-чуть раньше, но, а после этого все немного поменялось и больше так не воюют. и, вверх,